И всем привет, уважаемые зрители, с вами Ингвар и добро пожаловать на очередное видео, а также в рубрику Рестлинг прогнозы, где мы говорим о рестлинге и эта рубрика только о рестлинге и о чем другом. Здесь мы обсуждаем сюжеты, матчи, фьюды, оцениваем также эти матчи, шоу, то есть делаем как и всегда и ничегошеньки не меняется. Сегодня мы обсудим NXT TakeOver Avengers Day и также поговорим об очередном шоу от WWE по названию Elimination Champion, которое будет 21 февраля, но сначала поговорим о шоу от NXT. Вроде бы, как бы я и говорил, что от него ничего я не жду такого сверхъестественного и так в целом-то и оказалось. Как бы, если так уж сказать, то это как бы обычный NXT по средам и не больше. Очень такой подготовленный, мощный и все. Как бы, я помню, TakeOver были в 2019 году такие очень мощные, что уж прям я офигевал, что как бы, блин, вот это ничего себе рестлинг, то есть мощь. А здесь смотрелось как бы, ну не то, что легко, ну так немножечко с натяжкой, трудноватенько, временами. Возможно, я, ну не то, что вырос уже на этом и просто, может, возможно, хочется немножечко что-то другого, мощнее, интереснее, круче, посвежее. А тут как бы, ну не то, что та же самая планка, но что-то наподобие этого. Если оценивать, например, матчи, они в целом вышли все на среднем уровне, вроде бы и неплохо, возможно, где-то я завысил, занизил, где-то на эмоциях поставил, может быть, да. Но очень больше всего мне понравился мужской турнир, если честно, матч очень прекрасный, интересный, красивый, хороший, как же еще можно описать, но приятный матч. И победили, как ни странно, MSK, как бы, это, если честно, очень такой мощный пуш, они обычно WB так не делают, обычно сливают, но здесь победили они. Я в целом рад, не против, почему бы и нет, но ветераны могли бы победить, но если уж будут участвовать в следующем году в этом турнире, то они уже там точно победят. То есть это, я думаю, спойлер. Ну, остальное вроде неплохо, женский турнир вроде, ну и интересно было смотреть, я уже начинал понимать, что может быть, Шатси и Эмбер Мун победят. Но получилось, как получилось, тоже неплохо, вот, но ожидал, конечно, чуть побольше остальное, как бы, ну, вот так вот вышло, ну, конечно, концовка NXT TakeOver, если честно, это мощный, скажем так, шок в системе конкретный. Адам Колл просто вырубил Фина Белл и Рапа, и еще своего друга также, то есть вот такой у нас конец получается. Ну, и если оценивать теперь уже само шоу, оно у меня вышло на семерку, как бы, вроде, ну и неплохо, но, если честно, не могу сказать, что шоу мне вообще не понравилось, ужасно. Но оно такое среднее и чуть-чуть пониже, вот так скажем, то есть я не в восторге, если честно, от этого шоу. Могло быть гораздо круче, но у нас вот такой карт получился, поэтому, как бы, я думаю, не стоило ожидать чего-то сверхъестественного. Возможно, я не прав, кому-то это шоу понравилось, 10 баллов, но вот как-то так, у всех свое мнение, конечно. Теперь, пожалуй, мы поговорим об Elimination Chamber. У нас имеется некоторое количество матчей, у нас все здесь конкретно, если честно, поменялось. Давайте начнем. И начнем, пожалуй, мы с первого матча, сразу же с самого Elimination Chamber. У нас в этом году два мужских матча. Первый у нас за мужской титул Raw. Drew McIntyre там будет защищать свой титул WWE против пятерых оппонентов. У нас там участвует, само собой, сам Drew McIntyre, у нас участвует Sheamus, Randy Orton, AJ Styles, Jeff Hardy и Coffee Kingston. Вот такой у нас получается, скажем так, матч. И, как бы, почему Coffee Kingston, а не Miss? Miss, как бы, отдал свое место, но еще Coffee Kingston заслужил это место, поэтому вот так вот. Ну, я в целом все так, скажем так, сжимал. Просто Miss сказал, что он может и так победить чемпиона, у него есть кейсик, и, как бы, зачем ему этот матч? Как бы, по логике, я думаю, и правильно. Хотя, Miss тоже бывший чемпион. И плюс тут еще такая интересная тема. Все, кто здесь участвует в этом матче, это бывшие чемпионы компании. Если честно, это прекрасно, интересно, и этот, скажем так, Chamber мне очень даже интереснее, чем по SmackDown, если честно. Сейчас мы об этом скоро поговорим. Но теперь, если постепенно обсуждать, рассуждать, кто может победить, кто может проиграть, кто-то еще что-то сделает. То есть, у нас, да, и Фьюзик имеется, то есть, Шеймис и Дру Макинтер, Дру Макинтер и Рэнди Ортон, что-то еще осталось. Рэнди Ортон и Джефф Харди опять встретятся. Было вроде в семнадцатом году или в восемнадцатом, я уже не помню точную дату, но была там такая тема. Вот, то есть, получается, Дру Макинтер и Шеймис были, как бы, друзьями. Но раз титул, все, мы враги, и мы, как бы, и Шеймис хочет победить, хочет этот титул. То есть, все поменялось. Я думаю, как бы, наверное, неплохо, тем более, Шеймис теперь продвигает это, думаю, хорошо. Как бы, если говорить про Ортона, он может, конечно, с одной стороны, победить, стать семнадцатикратным, в итоге потом чемпионом. Почему бы и нет? Я верил, что Сина будет семнадцатикратным, но, видимо, уже не получится. То есть, Сина занят фильмами и так далее. Ну, а Ортона, почему бы и нет? Он заслужит это, я думаю, и верю, наверное, что он точно будет семнадцатикратным чемпионом в ближайшие пару лет. То есть, я думаю, это тоже спойлер, как говорит Пол Хейман. Джей Сталл здесь тоже оказался очень приятный, то есть, он как бы у титула курится, это очень даже хорошо. Джефф Харди, ну, даже не знаю, его вроде бы сначала продвигали, потом опять как-то сливали, потом еще что с ним сделали. Ну, даже не знаю, он здесь, наверное, просто для количества. Ну, и если теперь постепенно отбирать, убирать, Джефф Харди, понятное дело, здесь не победит. Потом, если говорить про Сталл, конечно, да, быть чемпионом ему, я думаю, было бы очень хорошо. Но, думаю, сейчас он просто не в том моменте, не в то время, поэтому здесь тоже он, я думаю, не победит. Если только не на Саммерслэм или где-то там. Еще убрать Кофе Кингстона, потому что он здесь просто тоже для количества и все, ну и для каких-то трюков. И остаются у нас три товарища, Джо Макинтайр, Рэнди Ортон и Шеймис. Ортона я тоже уберу, почему? Потому что у него еще есть некоторые дела с Финдом, и как бы, как бы, что он здесь победит, станет чемпионом, потом будет момент с Финдом, Финд опять чемпион, и что? Думаю, как-то, я думаю, это все должно пройти без титула. Поэтому Ортон должен закончить сначала с Финдом, а потом уже, опять же, возможно, идти за титулом. И остаются у нас, опять же, правильно, Джо Макинтайр и Шеймис. Шеймис у нас выйдет последним, конечно же, если я это еще не сказал. Даже не знаю, конечно, Шеймис, может быть, как-то и может здесь победить, но я, пожалуй, все-таки поставлю на Джо Макинтайра. Я не помню, он участвовал в этом матче или не участвовал в Элиминейшн Чембер, потому что я Рейсинг смотрю с 2014 года. И да, он там еще был, выступал в группировке Фриэм Би, и даже не знаю, был в этом матче или нет. Возможно, он раньше был с 2010 года в WWE, если не ошибаюсь, был в этом матче или нет. Но, если он ни разу в этом матче не участвовал, не побеждал, так пусть в этом году здесь победит. Пусть с этим титулом походит до Рассел Мэни и на Рассел Мэни проиграет. И, я думаю, будет очень даже неплохо вся вот эта чемпионская его, скажем так, эра, как бы, да, год и так далее. То есть, да, если победит Джо Макинтайр, я в целом буду не против. Победит Шеймис, ну ладно, хотя будет очень как-то так очень мощно. Если вообще другой ход будет, ну, значит, так должно быть. То есть, тут я ставлю на Джо Макинтайра, пока что. Сразу переходим ко второму, Элиминейшн Чембер, это у нас уже от Смэкдаун. И, если честно, это вообще что-то с чем-то. То есть, состав мне не нравится, вообще вся непонятная. Честно, я даже не знаю, ожидал, конечно, что-то покруче, но тут получилось вот такое. То есть, у нас какая здесь тема имеется. Кто победит в этом Элиминейшн Чембер, на этом же шоу Роман Рейнс будет защищать свой титул против победителя Чембера. То есть, вот такая тема. Как бы и неплохо, с одной стороны, но все очевидно и понятно, что, как бы, не важно, кто победит, Петя, Вася, Моти и так далее, Роман Рейнс все равно защитит свой титул, и все, получается, будет бессмысленно, и как бы просто Романа продвинут, пока что он вообще очень мощный и так далее. Кто у нас вообще участвует в этом матче Элиминейшн, да? Это Сезаро, Дэниел Брайан, Кевен Ованс, Джей Уссо, Король Корбин и Сэмми Зейн. Да, конечно, если честно, составище вообще не нравится, если честно. То есть, почему, я уже, наверное, ответил, как бы, не важно, кто здесь победит, Роман Рейнс всех уложит, скажем так. Тут нет такого выделяющего претендента на титул. Обычно всегда заметно, что либо этот, скажем так, рестлер, либо этот победит здесь, если честно, ну нету. Для меня лично нету. Бросаются некоторые, скажем так, персонажи, герои, которые могут победить, но вопрос опять. Или, например, может этот победить, к примеру, Сезаро, но просто, понятное дело, он титул не заберет. Давайте сейчас поподробнее все обсудим. Как бы, да, если обсуждать, какой чембер мне больше нравится, Нарой или Насмэкдон, конечно же, Нарой. Здесь я не вижу ни смысла, ни логики, ни понятка, если честно. Где, во-первых, Щински Накамура. Он пострадал от Романа, и Щински как бы забыл, что ли, об этом, либо Роман забыл, или что, или WWE забыл об этом, либо это потом будет. Но я бы сюда добавил бы Щински Накамура, чем, например, Сэми Зейна. Но, как бы, вот так вот получается. Ладно. Дальше. Сэми Зейн, понятное дело, не победит здесь в этом матче. Титул не отберет, и как бы ему лучше объединиться с Кевеном Овенсом, побеждать в командных матчах и так далее. Дальше. Корбин мы уже видели достаточно. Это 2020 год, да, начало года. 2019 год уже достаточно, я уже сыт по горло этого. Потом, например, у нас остается Джей Усу. Да, можно было бы сделать, как будто он побеждает в этом Чембере. Потом приходит Роман и говорит, я победил Чембер. Все, тебе не надо сражаться, как бы отдыхать. Но это, с другой стороны, глупо, это неправильно. Такое было уже подобно. Опять, вражду Джей Усу и Романа такого уже видели. Хватит. Значит, не будет такой. Остается у нас кто? Сезаро, Дэниел Брайан и, конечно же, Кевен Овенс. Да, бросается в глаза Кевен Овенс. Но, опять же, мы уже видели. Я уже думал, что на Рой Рамбл как бы все это закончилось. Роман победил Кевина и все. А тут он опять. И, как бы, я даже не знаю, если Кевен здесь победит. Но, опять же, Роман защитит свой титул и все. Дэниел Брайан. Да, вроде бы были слухи, что он должен победить на Рой Рамбл 2021. Но он не победил. И, как бы, сделаю, чтобы он здесь победил в Чембере и против Романа. И потом до Мании или как, я даже не знаю. А Эдж против Романа очень даже неплохо был бы на Мании. Но, все равно, если Дэниел Брайан здесь победит, Роман его все равно уничтожит. Да и, тем более, у него облегченный график. А что? Он, как бы, как будто выиграет, допустим, помечтаем, титул и уже вернется не на облегченный график, на постоянный. Нелогично, тоже неправильно. Ну и Сезара, да, его вроде бы стали продвигать. Он чаще появляется, что-то делает интересно. И, как бы, может победить в этом Чембере, но все равно проиграет по итогу. И, то есть, получается, ну, если так все обсуждать. То есть, победит этот, да, неплохо, потому что так-то так, но все равно проиграет. Или этот. И, получается, даже не знаю, такого выделяющего рестлера здесь у меня нет. И, если честно, наверное, первый раз скажу, что мне не важно, кто в этом матче победит. Потому что, все очевидно, Роман Рейнс защитит свой титул. Если кто-то не вмешается или еще какая-то непонятка произойдет. То есть, тут, если так уж выделять, порядок у нас будет такой. Либо Дэниел Брайн, либо Кевин Онс, либо Сезара. Никак иначе, я думаю, но в итоге победит Роман Рейнс. У нас матч потом будет по логике за ее универсал титул. Роман Рейнс против победителя. Чембер, понятное дело, там Рейнс защитит свой титул и все. Дальше за женский титул Ро Аска против Лейси Эванс. Должен быть, но, увы, не будет, получается. И против кого она будет сражаться, и будет ли она против кого сражаться, я даже не знаю. Почему Лейси Эванс не участвует в этом матче? Потому что ждет ребенка, и, как бы, понятное дело, она не может уступать. То есть, все, в этом году мы ее в эфире не увидим. Только, наверное, в следующем году, и, возможно, вернется на Royal Rumble 2022. Возможно, как-то так. То есть, либо Аска будет защитить свой титул на этом шоу, либо не будет. Если будет, то есть два варианта. Слабая оппонентка, где Аска защитить свой титул. Либо очень мощная оппонентка, к примеру, Риа Рипли из ниоткуда появится. Будет матч и победит Аску, и вот тебе новая чемпионка. Возможно, как-то и так может быть, но я поставлю все-таки на Аску. Если матч будет, но если что-то непонятное, какая-то будет, ну, как бы, ладно, проиграет титул на этом шоу, так проиграет. Дальше у нас за US титул Байб Лэшли против Ридла, против Китали. Как бы Ридл все крутился у Хёрд Бизнеса, вот так крутился, крутился и докрутился. Получил то, что хотел, получил матч за титул US. Как бы неплохо, туда еще добавили в этот матч Китали. Вроде и неплохо, будет поинтереснее, если честно, потому что Кифли честно может выдать интересную вещь. И вроде бы на ровно это выдает, и думаю, здесь сможет выдать, тем более, Кифли и Баб Лэшли. Вот эта вот машина, как бы, могут вдвоем интересную химию показать. Я надеюсь, что это будет. Но, по логике, матч должен быть интересным. Но тут я не вижу, что Ридл все готов стать чемпионом, его так мощно еще не продвинули, что все. Вот на этом шоу он победит за Бабу Лэшли и все. Я думаю, здесь все-таки Лэшли защитит свой титул. Он еще с ним походит до Мании, возможно, на Мании титул проиграет. Возможно, как-то так. А может быть и нет. Даже не знаю. Возможно, как-то сделают, что Бабу Лэшли против Лесснера за этот титул на SummerSlam. Либо еще как-то. Но что-то вот такое, возможно, будет. Но это, конечно, мечты. Возможно, я где-то промахнулся. Но тут я все-таки поставлю на Бабу Лэшли, потому что Ридл, ну, еще я думаю, слегка не готов стать чемпионом. Но точно не сейчас. Ну, и если будет у нас матч за AC титул, Биг И против Апала Круза, либо еще против кого-то, он свой титул защитит. В общем, все. Вот у нас такое шоу получается. Даже не знаю, вроде бы и ничего, если честно, такого шоу можно посмотреть. Но у нас Аска, скажем так, будет выступать или нет. Мужской чембер от SmackDown, если честно, но какой-то очень странный. Что выделяется, так, чембер Ро очень, если честно, интересный. Ну, матч против Романа, даже не знаю, будет там интересно или нет, кто там чего. Даже не знаю, под вопросом, если честно. Ну, то есть, ну, такое себе, как бы, может быть, и шоу в итоге получится. Но это, как бы, вот сейчас такое мнение. Возможно, когда я посмотрю, я скажу, вау. Но пока что очень сложно комментировать. То есть, вот такой у нас чембер в этом году получается. Все. Все, что мог, я рассказал. Осталось его посмотреть и потом уже с вами, естественно, поделиться. Пожалуй, буду заканчивать. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на канал. Нажмите обязательно на лайк, чтобы поддержать меня. Нажмите также на колокольчик, чтобы не пропустить свежие видео. Ну и, конечно же, увидимся в новых свежих видео, да и в рубрике Рестлинг прогнозы. Всем спасибо, всем удачи и всем пока.